Фёдор Баглай умеет своими руками делать. Доброе утро. И вот сейчас уже, в принципе, приступил. Доброе утро, Федька. Рассказывай, что умеешь делать. Что сейчас ты делаешь сначала? Я собираю фигурку из-за ригами модульного. Ну вот мы видим, тут некоторые вещи созданы, но я смотрю, что не только из-за ригами. Ну да, тут много ещё всех деталей. Ну давай начнём с дракона. Этого дракона я скачал с интернета. Там его детали были распечатаны на принтере. Я его потом вырезал и склеил вот с такого дракона. Он летает или нет? Нет, он не летает. Можно попробовать запустить. Попробую. Вот здесь код замечательный, да? Это вот как раз ригами, да? Да. Достаточно такой увесистый код, котяра такой, упитанный. Тут, я понимаю, достаточно много бумаги использовано. И сколько времени делал, часов, не знаю, минут ушла на это? Ну этого кота я сделал около 20 минут. Около 20 минут? Да. Я думал, тут реально часа два, наверное, работает. Я два, дня два. Дня два. Ну, прям подольше. Ну это скурпулёзно, очень кропотливая работа. Ну и смотри, не только о ригами, вот это что у меня, соответственно, символ водок. Это петушок, да. Я его сделал из солёного теста. Солёного теста. Ты лепил когда-нибудь из солёного теста? Не припомню. А я в детстве тоже лепил. Я из глины лепил, ну, в художественной школе. Разнообразные материалы, я смотрю, у тебя в деле, да? То есть вот это у нас что такое? Это глиняный жук из мультика «Ральф». Так, ну тяжёлый тоже. Это у нас что, пластилин или... Нет, это глина. А, это глина. Ну здесь у меня тоже вот такие вот, я так понимаю, глиняные человечки. И вот это тоже герои какие-то, да? Да, только вот этот не из глины сделан. А это из чего? Из эпоксилина. Из кого? Эпоксилин. Ну это такой строительный материал. Вот, ну это я персонажа этого знаю. Это из этих, ниндзя-черепашки, да? Да. Вот этот. Носорог. Так, ну смотри, здесь не только, это дерево, соответственно, опять же символ Нового года, да? Ты всё это сам делал? Да. Чем вырезал? Это вот выжигал. Лобзиком. Лобзиком. И сколько времени вырезал лобзиком? Это достаточно такую... Минут сорок. Хорошо всё. Минут сорок. Так, а вот это что расскажи? А, эту я сделал голову, ну, как бы охотничью. Ну, типа, кто-то охотился и на охоте убил демозавра. Дело цераптора себе, наверное, на голове. И из чего это сделано? Я его сделал из папье-маше. Я сначала сделал каркас из газеты, потом обклеил его, посушил, сделал зубы, тоже из солёного теста. Наклеил чешуйки и раскрасил. Так, ну а сейчас что делаешь? Я собираю дракончика из модулей. Ну, на самом деле, это, в принципе, удивительно. Мне кажется, детей же не заставишь, особенно мелкой моторикой, собирать и работать. Как ты, не знаю, там с мамой начали, с родителями собирать дома это всё? Кто подсказал? Да, начал ты всё делать из оригами, там, такие мелкие детали? Ну, я, вот, смотря новости некоторые, по некоторым каналам, я увидел то, что многие люди занимаются вот оригами, глиной и всем таким. И мне потом самому стало интересно, как этот процесс идёт. Вот. Чтобы вот такие модули делать, надо сначала из бумаги нарезать кучу прямоугольников, потом делать каждый вот такой модуль. Собрать. Чтобы сделать вот такую средненькую фигурку, надо, потребуется, ну, где-то минут 5-6. То есть, а чтобы сделать больших вот таких кошек или есть ещё больше, там потребуется уже больше времени. А научился быстро вообще? Сколько не получалось или сразу начало получаться? Ну, сразу начало получаться. Я сначала смотрел в интернете, как делается, а потом уже стал сам делать или придумывать даже новые поделки. Ну, какая самая большая поделка у тебя была и сколько она времени заняла? Моя самая большая поделка была, это был из мультика «Как прощить дракона 2», «Белый дракон». Там было больше тысячи модулей, и я сделал его за два дня, ну, около того. Тысячи модулей, с ума сойти. Ты без перерыва, что ли, делал два дня-то его? Да нет, с перерывами. Фетя, а чем ещё увлекаешься? Расскажи, ну, помимо вот этой вот красоты всей. Я хожу на каратэ. На каратэ? Да. Хорошее сочетание, да, каратэ и оригами. Так, пошёл у нас клей в дело тут обязательно, да, используется, или в некоторых фигурах можно и без клея пойти? В некоторых фигурах можно и без клея, но в этой надо склеивать. Так, у нас там голова, да, уже приклеена? Есть какая-нибудь мечта собрать самое большое оригами, или что это, или персонажа? Расскажи. Ну, я когда в интернете искал такие поделки, я увидел одного большого такого дракона, и там было около 18 или 19 тысяч модулей. 18 тысяч модулей, с ума сойти? Я хочу его собрать. Ну, что же, удачи тебе в этом желаем, надеемся, ты его соберёшь и нам покажешь обязательно. А пока что я напомню, что это участник нашего проекта. Здесь мамина радость, папина гордость, Фёдор Баглай. Замечательные делает штуки, и давай уже покажем, что у нас получилось. Вот дракона буквально за 5 минут там собрали, ну, немножко подготовили некоторые крылья. Вот такой дракон. Давай, покажу. Ну, здесь сколько модулей? Здесь совсем немножко, да? Да, тут 145 модулей. 145, ну, в общем-то, тоже солидно. Ну, да. Ну, в общем, всё быстро. Вот такой участник, вот такие умения. Если они вам понравились и вы их оценили, будете голосовать в пятницу. Наше интерактивное голосование, все участники на этой неделе в нём будут участвовать. Я напомню, что победитель, так сказать, получает всё, как и пела Абба. Первый приз это у нас что? Это подарочный сертификат на сумму 10 тысяч рублей в детский развлекательный центр Dreamland. За второе место это семейная фотосессия. И третье место это сладкий приз. Поэтому голосуйте. Голосование каждую пятницу проходит. Поэтому, пожалуйста, выбирайте понравившегося вам участника. Ну, и отдавайте ему свой голос. Ну, всё. С тебе спасибо. Удачи в нашем тренировании в своём творчестве. Ну, а далее давайте продолжим тему творчества.